Здравствуйте, я Олька. Сегодня я вдохновилась сварить крем, который будет защищать от непогоды, то есть на зимнее время. Мой предыдущий крем уже заканчивается и он не справляется уже с поставленной задачей. Моя кожа стала нуждаться в более плотной текстуре, в более серьезной защите. И я выбрала для создания этого крема самое первое это оттопленое масло или по-другому называется масло Ки. Я его сама перетапливаю. Почему его выбрала? Потому что оно великолепно подходит для всех типов кожи, оно легко принимает и усваивается нашим организмом, содержит антиоксиданты, витамин Е, витамин А и у него есть одно из важных чудесных свойств, оно в комплексе усиливает действие других масел. Следующее масло, которое также пойдет в жирную фазу, это масло какао. Оно именно зимнее, плотное и он будет великолепно справляться с поставленной задачей. В активную фазу у меня пойдут еще два масла. Одно из них масло семян мака, вот так она у меня выглядит. Это масло тоже подходит для всех типов кожи, будет питать, насыщать кожу, способствовать регенерации, разглаживать морщинки. В общем, великолепное масло, которое я очень люблю, особенно в зимний период. Следующее масло, это масло брокколи. Это масло вообще женское и оно очень часто используется мною. Оно подходит и для кремов под глаза и масочки, для ухода за волосами. В общем, чудесное масло, которое великолепно увлажняет кожу, обновляет клетки, борется с морщинками. Великолепно нравится. Моей коже великолепно подходит и, в принципе, я его очень часто использую. Также еще такие компоненты, как витамин Е, также в активную фазу. Но про витамин Е можно много не говорить, это витамин молодости. Я думаю, что все знают его свойства. Также у меня пойдет в этот крем экстракт календулы и экстракт череды. Это для того, чтобы, если какие-то реакции воспалительные, реакции на холод, то есть покраснение, шелушение, вот они великолепно помогают с этим справиться. Также я буду использовать консервант Косгард, потому что, ну вот, все равно консервировать нужно. Мне он нравится, пока я пользуюсь им. Он хоть и синтетический, но он один из немногих, которые одобрят организацией натуральной органической косметики Экосепт. И реакции, пока я не наблюдала ни у кого на него. И мне он нравится. И я еще забыла, конечно же, для создания эмульсии. Я буду использовать Оливин. Это эмульгатор. Такие пластиночки. Мне он тоже очень нравится. Он именно то, что растительного происхождения, близок к составу нашей кожи, хорошо ее увлажняет, подтягивает. И мне нравится с ним создавать эмульсии. Мне он полностью устраивает. Сейчас будем приступать к созданию крема. Вот у меня здесь в чашечке на 100 грамм. Дистиллированной воды я уже заранее отмерила. 70 миллилитров. И дальше будем приступать к жирной фазе. Это у меня керамические чашечки, которые удерживают температуру, перепады температуры. Также заранее обработаны инструменты. Значит, нам понадобится топленого масла 16 грамм. Пусть 16,2. Следующий у нас будет Оливин эмульгатор. Его нам понадобится 6 грамм. 6,1. И масло какао я возьму 4 грамма. Немножко больше. Пусть будет 4,4. 2 кружечки. Я буду сейчас ставить на водяную баню и нагрею их до одинаковой температуры. Температура это где-то 65-70 градусов. Когда они будут одинаковой температуры, я буду переливать жирную фазу в воду. И я переливаю жирную фазу в водную. Сейчас перемешиваю. Буду взбивать сейчас миксером в течение 15 секунд на максимальной скорости. Сейчас я эту эмульсию буду оставить остывать в холодную воду для того, чтобы она быстрее остыла для комнатной температуры. Вот эмульсия уже остыла. Она еще такая жидковатая, но уже консистенция крема. Сейчас будем добавлять активы. Масло семян мака будем добавлять на эту порцию. Будем добавлять 10 капель. Масло семян брокколи также 10 капель. Витамина Е 20 капель. Экстракт календулы. Экстракт череды 20 капель. И кускар 120 капель. И сейчас это все взбиваю где-то минуту. Вот такой получился кремчик. Такая консистенция. Сейчас я буду перекладывать его в заранее обработанную, простерилизованную и обработанную спиртом в 70% емкость. Вот какой получился кремчик. Я его разделила на две части. Одну баночку дам с собой маме в поездку. Одна останется мне. Буду сейчас пробовать. Я думаю будет великолепный. Приятно пахнет топленым молочком. Люблю этот запах. Это все, что я хотела сегодня вам показать. До встречи в новом видео. Буду рада вашим лайкам, подпискам. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok